здравствуйте в этом видео мы рассмотрим порядок действий для установки обработок путевых листов в конфигурацию 1с бухгалтерия 3.0 итак у нас с вами есть база конфигурации 1с бухгалтерия 3.0 а также у нас есть файлы обработок вы приобрели и получили обработку для заполнения путевых листов это может быть грузового автомобиля или легкового вот у нас папочки есть две типа два этих файла и так что необходимо сделать необходимо зайти в раздел администрирования печатные формы отчеты обработки установить галочку дополнительные отчеты и обработки нажимаем дополнительные отчеты обработки ссылку и собираем кнопку добавить в появившемся окне нажимаем продолжить дальше открывается окно выбора файла в этом окне мы выбираем собственно файл обработки допустим выберем одну фаза грузился автоматически заполнилась наименование вверху наименование в табличной части его очень важно обратить внимание чтобы было заполнено поле размещения автоматически оно должно быть установлено как расход материалов и путевой лист два документа конфигурации 1с бухгалтерия 3.0 если они так установлены все хорошо если нет то можно сюда зайти и вручную проставить галочки напротив этих документов например расход материалов и нажимаем записать закрыть теперь допустим мы заходим раздел склад расход материалов печать путевой лист грузового автомобиля открывается форма можем работать по ней согласно инструкции да еще очень важный момент который нужно сделать в разделе администрирования общие настройки должна быть установлена галочка дополнительные реквизиты и сведения если мы хотим работать с непосредственно документом путевой лист то есть не печать путевой лист и не из документа расход материалов треба накладная а использовать документ типовой лист в конфигурации из бухгалтерии 3.0 то необходимо включить данную настройку в разделе главное функциональность запасы и вот здесь галочка путевые листы путевые листы мы устанавливаем теперь можем зайти в раздел покупки и появляется документ путевые листы пункт можем создать документ путевые листы можем записать сейчас даже не заполнены и в меню печать вы видите стандартные формы путевой лист авансовый счет и вот путевой лист грузового автомобиля мы также можем начать с ним работать и давайте по аналогии все закроем и загрузим еще путевой лист легкового автомобиля обработку во вторая обработка также расход материалов путевой лист теперь заходим в покупки путевые листы печать видим появился под грузовым путевой лист легкового автомобиля так ошибку нас но уж если мы начали рассматривать пример из-за того что здесь нет транспортного средства давайте мы введем какое-нибудь значение заполним основные параметры записать печать путевой лист легкого автомобиля вот ведь у нас при переходе печать сразу передается заполнено транспортное средство в обработку нам только необходимо запомнить все остальные показатели и так таким же образом можем зайти в расход материалов печать путевой лист легкого автомобиля обработка открывается есть мужа если мы печатаем из документа расход материалов то выбор происходит из справочника основные средства здесь уже гос номер заполняется то что он задан собственно это особенность описана в публикации про работу с путевыми листами но в данном видео мы показываем только порядок установки и полученный результат результат и и и и и и